Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Политический раскол в Алтайском районе. Почему местные депутаты сорвали сессию, на которую должны были выбрать главу муниципалитета? Накипело, почему в Барнауле почти 90% учеников заваливают свой первый экзамен на права? Театры Алтайского края готовы к новогодним представлениям. Чем артисты будут удивлять маленьких зрителей? Льготные отпуска алтайским медикам, судя по всему, сокращать не будут. По крайней мере, об этом можно судить, исходя из приказа одного медучреждения края. Внутренний документ нашей редакции передал собственный источник в медицинских кругах. В нем сказано, что прежний приказ об изменении продолжительности дополнительного отпуска медиков отменяется. Примечательно, что новый документ принят на основании некого совместного письма Минздрава края и территориального фонда ОМС. Иными словами, можно предположить, что подведомственное министерство здравоохранения медучреждения получили письмо, в котором рекомендуют отменить прежний приказ о сокращении льготных отпусков медиков. Неизвестно, руководство всех или медучреждений региона этому последовало. Но появилось больше уверенности в том, что врачебному сообществу края удастся отстоять свои социальные права и льготы. Настоящая борьба за престол развернулась в райцентре Алтайского района. Местные депутаты сорвали сессию, на которой должны были выбрать главу муниципалитета. Причина – недопуск к выборам на руководящий пост действующего главы Сергея Черепанова. Эту битву политологи уже окрестили не партийным противостоянием, а противостоянием районных и краевых властей, главы муниципалитета, его команды с правительством региона. Наша съемочная группа выяснила, что политический раскол произошел этой осенью по банальной причине – из-за женщины. Подробности у Валентины Аскеровой. В село Алтайское морозное утро местные жители даже не подозревают, какие страсти кипят в администрации района, где должны избрать нового главу муниципалитета. Четыре претендента на кресло – глава местного сельсовета Владимир Денисов, замглавы района по образованию Константин Косых, первый замглавы Виктор Трышкин и пока действующий глава Сергея Черепанов. Комиссия решала вопрос полтора часа, после чего большинство отправило действующего главу в нокаут. Не допустили к участию в выборах. Противостояние местных и краевых властей началось после сентябрьских выборов райсобрания. Тогда кресло председателя заняла не Ольга Воронкова, которая ранее возглавляла его, а Татьяна Баур, а краевое правительство и партия власти согласовали именно Воронкову. Другими словами, и местные депутаты, и глава Сергей Черепанов проявили непокорность. Председатель выборной комиссии Николай Губерт отказался называть журналистом причины отказа Черепанову в выборах на пост главы. Сессия по назначению нового главы района закончилась. Не успев начаться, половина депутатов выразили свою фиг недопуску действующего главы. Я бы хотел услышать мнение комиссии. Если это мнение, то хотел бы поставить вопрос на голосование по рассмотрению и дать право Черепанова обратиться в суд для того, чтобы восстановить свои права. Я предлагаю, если не начинать сессию, а ее перенести до выяснения обстоятельств, то поддерживает это предложение. Прошу, покинуть сессию. Вы не имеете права покинуть сессию. Представители департамента внутренней политики края призвали председателя в соответствии с регламентом провести сессию. Но получили отказ. Оставшиеся в зале попытались заполнить тишину. Шесть шариков на елке. Желающие могут спуститься в кабинет и поучаствовать в приобретении подарков для этих детей или взрослых. После сессии мы увидели документ с причиной отказа. В связи с имеющейся в распоряжении администрации губернатора и правительства Алтайского края информацией по результатам проведения проверочных мероприятий, в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей закона о государственной тайне, кандидатура Черепанова Сергея Васильевича не допускается для участия во втором туре конкурса. По нашим источникам комиссия обсуждала, что якобы у Черепанова в будущем могут возникнуть проблемы с получением допуска к гостайне. Глава намерен обжаловать решение в суде. А пока в администрации района продолжаются бурные разбирательства, обычные жители хотят одного – чтобы их Алтайский район продолжал развиваться. Вот, видите, хороший парк у нас тут, гулять хорошо, тренажеры. Вот я сейчас пришла, буду заниматься на тренажерах. Вообще Алтайск процветает, я бы сказала, потому что у нас ее облагоустраивают. Площадку детскую сделали, вообще дороги делают, газ проводят. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Льготную ипотеку на новостройки хотят постепенно отменять. Пока ее планируют продлить до июля 2024 года, но с увеличением ставки с 7 до 8%. Такое решение вынес президент и отметил, что скоро в приоритете будет семейная ипотека. Пока на нее претендуют только семьи с детьми, которые родились начиная с 2018 года. Теперь же доступ к программе предлагается открыть семьям, у которых как минимум два несовершеннолетних ребенка. Процентная ставка для таких семей не должна превышать 6%. На рынке недвижимости нововведения оценивают по-разному. Одни считают, что это поддержит заемщиков и девелоперов. Другие полагают, что сузится категория людей, которые могут воспользоваться льготным процентом при покупке новой квартиры. То есть на жилищном рынке это скажется не лучшим образом. К другой теме. Как привлекать молодежь на заводы? Об этом думают производственники и общественники. Заседание общественной палаты края сегодня прошло на базе Алтайского завода прецизионных изделий. И хотя по данным управления по труду и занятости уровень безработицы в крае мизерный, промышленники размышляют, где брать новые кадры. Мария Мацаева продолжит. В экономически непростое время на плаву оказались предприятия, выполняющие гособоронзаказы. Кроме барнаульского АЗПИ, выпускать полнокомплектные топливные системы в стране больше некому. В новых реалиях спрос на их двигатели вырос в 8 раз. Учитывая, что все-таки двигатели строения завязаны на нас, а без двигателей, как вы понимаете, воевать нельзя, мы, так сказать, ограничились не очень большим количеством признанных. Сейчас мы, грубо говоря, оформляют на всех бронь. Но не все предприятия региона могут таким похвастаться. Плюс рабочих рук не хватало и прежде. Операторов станков, наладчиков, инженеров, конструкторов. Больше стали готовить наши учебные заведения экономистов, гуманитариев, юристов. А сегодня спрос на инженеров, на специалистов узких технических профилей. И вот здесь вот есть некая диспропорция, которую надо решать. Один из вариантов – забирать кадры прямо с СУЗов. 24-летняя Анастасия окончила транспортный техникум, но устроилась сюда на смежную вакансию. Училась на автомеханика, но нравится такая сфера вся. А вот какая зарплата? Можно поинтересоваться? Ну, средняя. Зарплата хорошая, да. Для привлечения кадров субсидируют трудоустройства молодежи, женщин с детьми и безработных. По данным Управления по труду и занятости, 700 человек с помощью этого уже нашли работу. В начале года мы видели риски высвобождения. И вот благодаря своевременным государственным мерам поддержки нам удалось сохранить порядка двух тысяч рабочих мест. Три предприятия – это Алтайский моторостроительный завод, Алтайвагон и Русская Кожа. Дополнительные меры поддержки обсуждали в рамках заседания Общественной палаты края. Среди рекомендаций – обновить учебные программы по машиностроению, помогать селевикам и давать студентам возможность практиковаться на базе заводов. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край оказался хвосте рейтинга по вакцинации от гриппа. По информации Роспотребнадзора, он занял шестую позицию снизу. По данным, на 12 декабря в нашем регионе привиты 45,5% населения. Это один из наихудших показателей по России. В соседних регионах ситуация лучше. Республика Алтай чуть выше середины рейтинга. В Тыве самый высокий охват населения. Среди штаммов вируса сегодня преобладает H1N1 или по-другому свиной грипп. Но циркулируют и другие, в том числе коронавирус. Жилищный скандал и опять в центре Барнаула. Еще одна трехэтажка попала в поле зрения властей. Речь идет вновь о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Эта история ранее случилась с домом на Профинтерна-8. Мы рассказывали об этом в нашем эфире. Теперь с домом на Брестской-30. Его жильцы тоже не признают аварийность здания. Тему продолжит Валентина Аскерова. Предполагаем, что это сгор, нас пытаются отсюда выжить. Трехэтажка на Брестской – одна из всех квартир в муниципальной собственности. Поэтому власти района инициировали собрание жильцов. Мы получили известие о том, что у нас будет проводиться собрание дома, на котором, со слов администрации, наш дом должны были признать аварийным. Дом, на наш взгляд, на взгляд собственников жилья, не является аварийным. По данным оценочной компании, износ дома несущественный. Этот дом простоит еще 200 лет, если ему уделить должное внимание, сделать капремонт. Он построен в сталинские времена, когда делали более-менее добросовестно, японцами говорят. У дома обновили кровлю. В следующем году здание ждет капремонт. Люди не понимают, о каком сносе может идти речь. Как не понимают и жильцы на Профинтерна-8. О них мы уже рассказывали. Ситуация один в один. Если любыми причинами добиться и признать дом аварийным, и затем обесценить эти квартиры, то мы получим просто копейки. Стрешки это даже на однокомнатную квартиру людям не хватит. В случае Профинтерна-8 власти нам пояснили, что просто занялись старым фондом. Дом 1933 года постройки, а администрация районов и комитетом проводится работа именно тех домов, которые годы постройки с 1900 по 1945, имеющие этажность 1, 2, 3, этажность Профинтерна-8 подходит под эти критерии. Вот только дом на Обрезке построили в 1953. Если власти настаивают на экспертизе, юристы советуют провести свою. Экспертиза может быть проведена и государственная. То есть это не препятствует жителям проводить экспертизу собственными силами или же оспаривать результаты экспертизы, которые были проведены в рамках государственности. Если экспертизы покажут, что износ здания больше 60% и его не восстановить, дом можно признать аварийным помимо желания собственников. Мы продолжим следить за темой. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Ежегодно в России сдают на водительские права 7 миллионов человек. В 2021 году с первого раза это испытание прошли только 12% экзаменующихся. Такие же цифры и в Барнауле. Этой осенью в городских пабликах появилось несколько постов с жалобой на инспекторов, принимающих экзамен. Мол, слишком они придирчивы, оттого и цифры маленькие. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов тоже побывал на экзамене. Завалили на экзамене. Этой осенью не сдавшие на водительские права несколько раз писали посты в городских пабликах. По их словам, инспекторы придирались и давали задание на ошибку. Повернуть под кирпич и остановиться там, где нельзя. Инспекторы дают команды книжными фразами. Заставляют развернуться там, где и сами этого не сделают. Видимо, инструкторы делятся деньгами, которые берут за аренду машины и за дуб занятия. Мы решили провести эксперимент. Договорились с ГИБДД поприсутствовать на экзамене, чтобы оценить все это своими глазами. Восемь утра. Будущие водители, волнуясь, заходят в аудиторию. Теоретический экзамен, 20 вопросов, 1 неправильный ответ и 5 доп. вопросов. Две ошибки в одном блоке и на пересдачу. Здесь из 19 человек 6 раздали без ошибок. 12 человек ошиблись один раз и один человек не сдал. По словам сотрудников ГИБДД, это еще хороший результат. Теперь практика. Самый сложный этап. Какие задания я могу задавать, вы должны выполнять это согласно правилам дорожного движения. Все экзамены проводятся при наличии средств аудио-видеофиксации приема экзаменов. Вся эта информация получена с использования этих средств хранится в течение месяца. Тем более административным регламентом предусмотрена процедура обжалования этих результатов. И в случае несогласия человек может прийти, написать жалобу. И данный экзамен будет рассмотрен комиссией и по нему будет принято решение о правомерности. Возмущенных немало признает Брютов. Людей еще пугает статистика. В Барнауле с первого раза сдают экзамен 12% экзаменующихся. По этому показателю краевая столица на дне сибирского рейтинга. К примеру, в Кемеровской области 14%, в Омской 18%, в Республике Алтай 22% и в лидерах Новосибирская область. Там процент тех, кто сдал с первого раза приближен к 30%. Экзаменующиеся волнуются. Сначала в очереди, потом за рулем. И от того, что рядом инспектор, мы прокатились с шестью претендентами на права. Давайте. Повернем на праву. Ну прям крузак туда едет. Мы по нему-то маленько хоть посмотрели бы. Мы просто посмотрели бы. Вы даже голову туда не повернули. Все прекрасно. Ну а знак-то надо не забывать. Чтем? Верно? Чтем. Вам все понятно? Будущее. Все объективно? Какое было же, да? Повернуть на праву на... Где? На каком? На гигулировом. Это? Это не гигулировый. Совершенно верно. Ну спросил вас сегодня. Просто внимательно послушайте. Невнимательность в 95% случаев – это главная причина, по которой сдающий валит экзамен. Есть и фактор волнения, особенно в первый раз. Еще одна причина пересдачи – выбор автошколы. В Барнауле их около 30. И по статистике ГИБДД качественно водители учат не везде. Мы прозвонили несколько автошкол, чтобы узнать, как у них проходит обучение, но комментировать это никто не стал. А в нашем эксперименте практику сдавало 26 человек. Ни один не сдал. По статистике ГИБДД хорошее обучение – это 70% успеха. Но ученики некоторых автошкол не могут сдать даже теорию и пересдают ее по 10 раз. Единственное, что советуют инспекторы тем, кто хочет получить права – с умом выбирать автошколу. Ну и быть готовым к провокациям от инспектора. Иначе как он проверит ваши знания. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В эти выходные в Крае начинается показ новогодних представлений для детей. Каждый театр подготовил для маленьких жителей Барнаула свою программу. Сказки, мюзиклы, интерактивные представления. Каких спектаклей ждать узнавала Мария Мацаева. Настоящий деревенский детектив с любимыми героями Простоквашина смело врывается в топ новогодних спектаклей. Это продолжение известной истории в формате мюзикла на сцене Краевого музтеатра. 17 декабря персонажи деревни Простоквашина будут хитроумно и весело бороться с зловредной захвачицей. Победят ли добро и дружба? И что значит в наше время взаимопонимание и поддержка? На эти и другие вопросы ответит спектакль режиссера-постановщика Татьяны Столбовской. Этой зимой мы приглашаем наших юных зрителей и их родителей на замечательную сказку. На новые приключения в Простоквашино. Она обязательно подарит новогоднее веселое настроение. Конечно, там есть мораль, конечно, там есть интрига и, конечно, такое прекрасное детское озорство благодаря знакомым персонажам Эдуарда Успенского. А вот молодежный театр порадует сказкой Андерсона «Огниво». Сюжет про солдата, который встретил в лесу ведьму и она отправила его за старым огниво, сохранен, но немного адаптирован и рассказан в жанре мюзикла. Над этой постановкой работает приглашенный режиссер Александр Лебедев. Это замечательная совершенно музыка, жизнеутверждающая, мелодизированная, понятная детям, музыка ложится на ухо взрослым. Композитор Олег Михайлов. Ну что, добро победить зло в этой сказке. Все как положено. То есть никаких альтернативных трактовок сказки нет. В репертуаре будут и другие представления. Золушка, Карликнос, Василиса, Гуси-Лебеди. А вот в Театре кукол «Сказка» новогодний спектакль расскажет историю друзей. Свиньи, быка, овцы и гуся. Вместе они решили перезимовать в домике в лесу. Правда, на это жилище имеют планы и лесные хищники. Кто победит, конечно же, добрые герои. Новогодние праздники насыщенные. Классика обязательно будет. Это морозка и снежная почта. Это все давно уже полюбившиеся спектакли нашим барнаульским зрителям. Поэтому без классики и без этих спектаклей не проходит у нас новогодняя кампания. Ждем всех зрителей. Всего в новогоднюю кампанию Театр кукол «Сказка» покажет больше 80 спектаклей. И это лидер своеобразного творческого праздничного марафона в крае. Кроме премьерного представления «Зимой без зверей», зрители также увидят любимые новогодние истории. Постановки для детей в театрах начнутся в эти выходные и продлятся до конца новогодних каникул. Мария Мацаев, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok